Казахстан тем временем за год спустился на 9 строчек в рейтинге по уровню продовольственной безопасности. Сейчас занимает 41 место в мире. Наша страна до сих пор сильно зависима от импорта колбасных изделий мяса, птицы, молочной продукции и сахара. Есть ли выход? Мнение экспертов выслушал Елеман Раимбеков. В глобальном рейтинге из 113 стран учитывалась доступность продовольственной продукции для населения, качество, безопасность и наличие продуктов питания. Казахстан в свою очередь оказался на 41 месте из-за снижения производства сахара, сливочного масла, свежей и консервированной рыбы и икры. Я думаю, что пока правительственные чиновники на левобережье Астаны не будут понимать тех проблем, которые имеет на сегодняшний день сельское хозяйство, продовольственная безопасность у нас никогда не будет обеспечена. Производить товары в больших объемах не получается из-за раздробленности крестьянских хозяйств, утверждают эксперты. Из 260 тысяч агроформирований 97% составляют мелкие фермеры. У них нет новой техники и инновационных методов развития хозяйств. Так, при норме в 6% обновление материально-технической базы в Казахстане держится на уровне 1,3%. Сельское хозяйство остается малопривлекательной отраслью для инвестиций. То есть мало кто вкладывает инвестиции, потому что окупаемость, чем по другими отраслями, в сельском хозяйстве занимает не меньше трех лет. Например, если животноводство вложить, то первая товарная продукция получается через три года. В Министерстве сельского хозяйства разработан план обеспечения продовольственной безопасности. Программа рассчитана до 2024 года и предусматривает значительное снижение импорта по основным социально значимым товарам. Но экономисты сомневаются, что в столь короткие сроки можно решить накопившиеся проблемы. Елеман Раимбеков, Сергей Шуцкий, Геннадий Лукин, Информбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова